всем привет всем привет всем привет из хороших новостей в калининградском зоопарке у дикобразов грызлика и магвая родились детки маленькие дикобразики говорят они рождаются без уголок мы решили посмотреть пришли с не основного входа с улицы с чайховского посмотрим сколько стоит билеты взрослый билет 350 рублей детский 150 есть еще льготные студенческие многодетные все по 150 кстати вы знаете что сейчас можно рассчитаться тыквой только для покупки взрослого билета нужна тыква от 5 килограмм и выше детского 3 килограмм и выше и обязательно тыквы должны быть хорошего качества не гнилые не с червоточинкой теперь покажи оказывается это не картинки оказывается проходят вот такие квесты музейный семейный фестиваль и вот по такому фестивалю нам билеты на одного взрослых и двоих детей достались всего за 300 рублей представляете да нам повезло дорого ну пойдемте смотреть животные так вот куда тыквы складывают а говорили что будут кормить ими бегемотов и обезьян я думаю что фламинго тыквы не едят кристина пришла в зоопарк ради фламинго дать первое в аквариум мы до зашли много разных рыбок почти как в икеанаре вы наверное знаете что калининградский зоопарк это один из трех старейших зоопарков нашей страны кроме того он входит в топ десятку лучших зоопарков россии проектирован он был уже очень давно еще в кенигсберге поэтому него очень красивые есть места вот видно такой пруд красивые просторные вольеры плавают свободно где хотят такой пещерный переход до из одной части в другую ухты ничего себе можно даже увидеть яйца динозавра до впечатляет были сейчас тропическом доме там где обезьянник и внутрь заходите там еще рыбы тропических рек питоны и удавы змей так далее на самом деле действительно вот многие отмечают посетители что очень мало обезьян стало раньше было много было интересно наблюдать за их игрой за их повадками а теперь это пустые клетки и вы думали они внутри тропическом доме нет там тоже никого нет как-то пустовато то ли из-за того что осень уже зверей куда-то вывезли а может быть по другой причине не знаю девчонки пошли смотреть слона на это конечно интересно хотя этот слон у нас уже очень давно живет я его насколько помню летом купался отвернулся от нас интересно лирочка слона увидеть а кристине не терпится дальше дальше вот он повернулся красавчик наш вообще вы знаете в 2022 году отмечают что очень упала посещаемость зоопарка в этом году посетителей было прямо на несколько тысяч даже меньше чем допустим 2021 год такой же спад резкий был когда началась пандемия в двадцатом году и вот сейчас с чем связывают не знаю во-первых ну наверное с геополитической обстановкой все-таки очень многие туристы отказались от поездок а в первую очередь наверное они посещают это место во вторых знаете я прочитала что в этом году 11 раз объявляли то что зоопарк заминирован и поэтому многих животных даже эвакуировали свое время как бы может быть с этим связано интересно наблюдать слушай он смотри вот возле него все листики он уже подъел листики вот здесь остались а возле слоненка нет листов совсем листик нет подъедает бедный слушайте сколько раз было в зоопарке первый раз вижу что бегемот просто так гуляет обычно вот здесь вот он сидит вот в этой воде и иногда высовывает свою пасть открывает чтобы его покормили нам сегодня везет к нам все животные подходят да берешь какой бегемотик симпатяшка а капусту у нас отобрали да и вообще еду оказывается нельзя приносить с собой вернее приносить можно но надо ставлять специальной корзине на входе и сотрудники зоопарка сами выбирают чем какое животное покормить ближе 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 к там между прочим калининградском зоопарке фонтан у нас был самый долго играющий вот включили всего позавчера то есть 31 октября еще можно было наблюдать его прекрасные струи воды а теперь всего зимний режим очень много людей сегодня все-таки день школьных каникул и осенью конечно очень красиво зоопарки только животных как-то поменьше например некоторые клетки вообще пустуют клетки с волками не было никого еще кое-где написано что не экспонируется животные пойдем погуляем к сожалению жираф очень далеко и с ними клетки почему-то еще козлы еще практически на каждом вольере написано что если нас нет на прогулке заходите в наш нашу зимнюю квартиру то есть у каждого вольера есть павильон в павильонах кстати дольше пяти минут невозможно находиться такие запахи ой-ой-ой интересно павлины ходят как курицы домашние прямо между посетителей только хвост у него какой-то уже потрепанный как он вообще выбрался из вольера а теперь боится не понимает что делать до выпускает погулять ну вот он и погулял кажется только внимание то по позиру для инстаграма молодец хорошо дом птиц смотрю вот какие птички тут какой тут дуб огроменный точно наверное со времен кенигсбергского еще зоопарка кристина у нас шла ради вот этого павильона великана и фламинго фламинго замерли как будто не настоящий я же говорил сразу слышно что птичий дом столько чириканье вот эти ресницы уже играют да потерпите меня чуть-чуть я уже вижу все устали милые цыплятки мира да они какие милые мы скажу деды вами таких руками взяли в гости прилетали к сожалению львов и тигров уже в вольерах нет даже настолько близко что даже как-то страшно вот этот зверь зовется лама лама дочь и лама мама песню поют слышишь и деревья все загородили чтобы ник не гладали они есть хотят лишь пытаются выбрать мне горит дайте то что-нибудь поесть может не только животных посмотреть но и пройти вот такую полосу препятствий а на входе есть еще большая площадка для маленьких деток лера как ты как сова вот видите как благотворно влияет зоопарк можно представить себя как хил какой-нибудь птицы или животным каким-нибудь да мы в зоопарке с ребятишками были в разные времена года даже под новый год нашли здесь что посмотреть хотя конечно в осенне-зимний период очень многие звери прячутся ли может быть их куда-то вывозят не знаю но действительно меньших вольерах клетках вот летом благодать летом можно устроить даже нагулявшись небольшой пикничок потому что здесь по всему парку расставлено много столов таких пикниковых со скамейками весной очень красиво здесь цветут магнолии вообще здесь очень красивый ландшафт конечно поэтому просто приятно гулять общаться с природой хотя я читала что в этом году по моему как раз вместе с губернатором комиссия установила что более 60 процентов построек в зоопарке павильонов вот этих зимних домиков нуждаются в ремонте особо не вижу чтобы был ремонт вот ребята что-то делают дорожки дорожки тоже многие уже в плохом состоянии конечно большая благодарность людям которые пытаются хоть как-то сохранить это замечательное место мы сажали лабиринт много нас а он один вот какой девчонки где-то там заблудились выход нашла лера красиво так листья шуршат под ногами еще желтые листья красивые целая дорожка из лица яркая как близко-то подошлись пока мы гуляли решили познакомиться фламинго поднимает крылья фламинго не хочет посудить ничего себе пеликан с лебедем посудился последнее солнце в глазки светит что девчонки что вам больше всего понравилось мне понравилось мне понравилось фламинго фламинго павлин и пеликан и даже попугачек и короче птицы журавлёв журавли это у нас мучительница а мне нравится фламинго слон и жираф слон прикольно это а бегемот муравьеды гигантские а большие гигантские хомячки не нравится мы не стали все для вас что тебе нравится мне все понравилось немножко знаете он когда 7 лет назад приехали мы покупали тогда абонемент зоопарка ходили каждый месяц и как-то впечатление было больше а сейчас то ли немножко зоопарк стал другим то ли просто наши впечатления замылились еще мне обезьян нравится обезьянок мало стало почему-то да они такие смешные фламинго всего фламинго да они даже крышки помахали там что-то половили в пруду ну ладно приезжайте все равно стоит посидеть я думаю зоопарк если будете у нас кстати из хороших новостей у нас открыли международной рейсе два рейса теперь у нас есть беларусь ежедневный и в турцию пока что до 20 ноября чартеры и через эти страны можно попасть в другие страны из калининграда вот так а вообще постоянно написано что 13 авиакомпании летают в 21 город нашей страны россии больше всего конечно рейсов из москвы и питера так что прилетайте к нам в калининград у нас обещают теплую зиму в город калининград да теплую зиму обещают в этом году и малоснежную прилетайте а теперь всем добра всем пока всем пока всем пока